Ремонты большие и малые. В городе сдвигаются сроки дорожных реконструкций. Работы по замене полотна контролирует мэр Магнитки. В рамках рубрики «Городовой» на объектах побывала Дарья Ефимова. Дорожники не успевают. На три дня продлили ремонтные работы на Столиваров. Все так же нельзя будет проехать на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Галиулина. Открыть движение автотранспорта обещают 28 июля. Также сообщалось и о продлении работ на пересечении улиц Чкаловой 9 января. Однако дорожники успели закончить ремонт еще вчера. Оценить благоустройство переезда приехал глава города. Без замечаний не обошлось. Сделана работа в полном объеме. Но вот сейчас мы просто видим, что металлические плиты, вот они отлежали здесь, будем говорить, около суток. И, в общем-то, происходит вследствие циклической нагрузки их усадка. Подождем еще 2-3 дня, наверное, и еще раз отрихтуем металлические плиты, приподнимем с тем, чтобы уже учесть утрамбовку почвы. Ну, то есть хочется, чтобы все-таки не оставалось никаких нареканий. Рихтовать плиты будут в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам. Далее работы продолжат на следующем переезде по улице Чкалова. Возможно, появится даже фонтан. Управление архитектуры серьезно занялось преображением города. Благоустройство парка в приоритете. Планируют реконструировать и сквер имени Бориса Ручьева. На данный момент приступили к разработке эскизного проекта. Еще предстоит получить финансирование. По информации Управления архитектуры, работы могут начаться лишь в следующем году. В планах у чиновников заменить фонари, ограждения и дополнить озеленение. Также рассматривают возможность установить фонтан и памятник первостроителю магнитки. Оказывается, не все так плохо. Магнитогорск в тройке лидеров конкурса самых благоустроенных городских и сельских поселений области. Лучих отбирали по 18 критериям. Одно из них – обеспечение экологической безопасности населения. Среди крупных городов области первым стал Челябинск. С небольшим отрывом второе место занял Магнитогорск. Следом – МИАС. Еще одним экологическим критерием являлось количество зеленых насаждений. Здесь лидером стал Магнитогорск. Согласно данным, в городе Металургов на одного жителя приходится почти 7,5 квадратных метров зелени.